Итак, всем привет, с вами Дубкей. Продолжаем играть за Германию в Первую мировую. В прошлой серии мы капитулировали Россию. В Африке, да, тоже начали наступление неплохое. И нам осталось буквально разбить Британию. И в теории война закончится. Возможно, еще Италия присоединится, но на эту, так сказать, возможность мы, я бы сказал, рассчитываем. У нас войска здесь находятся, в любой момент готовы начать, собственно говоря, наступление. Хочу и высадиться, но нам дают только две дивизии сюда поставить. Почему так мало? Неужели нам нужно вот это тихо? В теории, да. А там вместительность вообще низкая. Жесть. Плюс 5. Здесь плюс 2. Ну да, логично. Блин, тогда все будет сложнее, но все равно мы можем попробовать. Собственно говоря, поехали. И я думаю, призовем мы уже наших Ишек. Поехали. И сейчас одни должны все вот эти наши союзники здесь начать наступление нереальное. И я думаю, очень быстро мы Африку тоже начнем контролировать. А без Африки Британия вообще останется, ну, в одиночку, да. Там еще будет Канада, ну и вот это вот Азия. Но, объективно говоря, в ближайших, да, каких-то территориях уже ничего не останется. Кстати говоря, нам сразу длинные сдают, и я, конечно же, принимаю. Переходного снаряжения нам немного не хватает. По той причине, что у нас очень много уходит на самом деле на гарнизоны. Мы можем уже попробовать высадиться. Давайте так и сделаем. Потом вот этот генерал у нас попробует, собственно говоря, доехать и оказать поддержку, если мы успешно высадимся. И вот стоит вот так сделать, плюс, плюс, вот здесь вот переставить вот так. И возможно еще сделать вот так. Не уверен, что они дохтянут, но допустим. И когда так будет заканчиваться организацией, можно попробовать еще и нажать возрожденную атаку. Я думаю, пора. Ну-ка, и одна есть. Там уже идет подкрепление. Все, я думаю, не получится у нас. Стоит, кстати говоря, сразу пробовать вот делать дополнительные выставки. Но посмотрим. Хотя, слушайте, шансы еще есть. И мы пробились. Да, так и есть. Срочно заводим туда вот эту армию. Просто срочно вы выдвигаетесь. Успеть? Не успели. Эх, ну, почти. Со второго раза, думаю, получится. А теперь, посмотрите, что происходит в Африке. Просто полная аннигиляция войск-контанты. Шансов на камбэк у них не будет. Нужно только успешно высадиться в Британии. О, в Ирландии сепаратисты? Неплохо. А теперь, временем, началась битва за Британию, так называемая, да? Я бы сказал. Пробуем мы и здесь контролировать, и здесь. Плюс наши бомбардировщики потихоньку, да? Пробуют доставать туда. Готовы выско? Давайте попробуем еще раз. Сразу же удаляем этот приказ. И пробуем на всякий случай готовить еще одну. Да? Может, мы за время боев успеем подготовить и высадиться. А тем временем, все, что может помогать, все на месте. Пробуют они переходить в наш конвой, и у них вроде даже получается. Получают они урон. Где наш флот? Почему они не были тут сразу? Все, подлодки отступают. Отлично. Это я и хотел увидеть. Нам, собственно говоря, можно из этого боя отступать тоже. А мы даже успели что-то потопить. Прекрасно. Но нам это не было нужно. Вот так. Давайте-ка вы будете находиться вот здесь, чтобы вы успели быстро помочь в бою. Собственно говоря, можно даже вручную их вывести вот сюда, я думаю. Нет, ясно. Не дай ему давать приказ. Вот так. Высаживайтесь. А, вы думали наши конвои без прижития? Ну нет. И это, кстати говоря, дал нам время, чтобы подготовить нашу вот эту выставку. Да. Да, так и есть. Отлично. И можно, знаете, еще штурмовики вот эти вот отправить топить на самом деле корабли. То есть вот самые подлодки, они нам более-менее мешают. Так они приземлились. Я вижу, что на самом деле Дувр намного менее прикрыт. Да. Давайте отправимся именно туда. Нужно перевести наши корабли сюда. И я думаю, мы сможем пробиться. У нас не хватит только командных. Нет, подождите. У нас он ранен. Господи, вот это неудачно получилось. Но не должно это нам сильно помешать. Краймбери, я на это надеюсь. Давайте сразу сделаем вот так. Пожалуй, да. Поедет вторая выставка. А наш флот мы возвращаем обычно сюда. И надеемся, что хоть кто-то успеет здесь отступить и занять этот порт. Это поехали. Эти, точнее, ребята поехали. Удаляем вот этот приказ. Добавляем здесь новый. Если вдруг, да, как бы не успеют они добраться, то вот эти ребята пускай высаживаются. Флот нам здесь помогает. Но, но, надо вот сюда подправить его, чтобы он под лодком помешал. И эти ребята, на самом деле, держится нормально. Я думаю, как только битва вот здесь закончится, они смогут захватить нам дувр. И с этим портом, да, мы уже сейчас покажем им, почему им надо было не начинать эту войну. И в этот раз они перехватить ничего не смогут. Единственное, у нас снабжение здесь немножко сейчас затроллит. Но это окей. На самом деле, не окей, нет. Давайте. Эта армия все-таки лишняя. Давайте ее обратно. Хватит лишь нашей, вот этой, можно сказать, гвардейской армии. Кстати говоря, высадились еще и здесь, да, этот приказ все еще прошел. Ну, следовательно, что, следовательно, нападаем, не, не, так сказать, тратим понапрасну их силы. Они все-таки успели высадиться, и это сыграет нам на руку. Забираем сейчас мой портсмут. Я думаю, нам здесь хватит по одному левлу. Все равно больше не успеем особо подстроить. И ликвидируем их войска. Выставляем полноценный фронт. Пока что мы подвинуться-то не можем, но, тем не менее, здесь мы можем поставить сопровождение конвоев. Давайте берем их здесь, чтобы у нас флот не распылялся. И вот отсюда мы уже сейчас начнем полномасштабное наступление в Англию. Пользуемся некоторой передышкой, чтобы набрать планирование. И после этого начнем уже реально наступать. Так, мы набрали баф. Нажимаем кнопочку прорыва. И начинаем наступление. Статы у нас космические. Плюс с бафом. Плюс наша артиллерия здесь имеется. И вот Лондон пал. Прекрасно. Вот мы уже нормальную такую часть Англии забрали. Потери у нас все еще небольшие. Самые большие, да, у нас одновременные потери. Это было, когда мы потеряли здесь вот две дивизии. Они, так сказать, протестировали британскую оборону. Но, к сожалению, не смогли ее на сколько взять. Этим же вторым вторжением мы полностью добиваем. Уже, так сказать, подготовленные. У нас все еще действует этот баф. Так что, да, у британцев шансов уже не осталось. И я не вижу, чтобы никто великодешевле стал случайно. Такое бывает. Так что, будет полномасштабная, так сказать, задача всего альянса. А вот и капитуляция. Я надеялся, что будет она все-таки ивентовая. Но нет. Видимо, ивентовой капитуляцией была бы та капитуляция, когда мы приняли французскую. Но не будет. Так что, сами сейчас придумаем, как бы мы разделили мир. И вот таким у нас получился мир. Я пока что без интерфейса. Здесь мы сделали марионетками вот эти французские, британские территории. Только давайте, наверное, сначала СССР. Да, во-первых, мы заваренетели очень-очень много. Здесь у нас по красоте не получилось. Яшки все-таки в Варскор немножко помешали. Наложили, так сказать, что надо. Советский канал мы отдали Османской империи. На него, объективно говоря, не хватило просто чуть-чуть Варскора. В Европе мы взяли территорию у Бельгии, дополнительные территории у Франции. Да, чтобы у них точно не было возможности на нашей территории как-то зайти потом. Самой Франции, конечно же, марионетку поставили. Как и во всех европейских государствах, как и во всех государствах, что мы победили. Здесь, в Азии. Наша Восточная Азия расширяется. Она получила большую часть завоенных территорий. Остров под Австралией, на всякий случай, как морскую базу. Плюс куча морских баз здесь. Плюс Австралия и Новая Зеландия. Теперь тоже наши марионетки. Как и Радж. Как и Япония. Неожиданно. Так что я думаю, это благоприятное окончание первой мировой для Германии. Всего лишь это произошло за два года. С потерями всего лишь 120 тысяч человек. Италия так в войну и не вступила. Видимо, струсили. Ну а, ребят, с вами был Добгейм. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментарии. Все как обычно. До скорых встреч. Пока. Пока.